МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Незаметно подобраться к противнику, нанести смертельный удар и также незаметно уйти. Об этом мечтали все военные моряки с тех пор, как начались первые бои на водных просторах. Но лишь в начале 20-го столетия появились боевые средства, которые позволяли решить такие задачи. Первые подводные лодки в фильме «Оружие». Издавна корабелы задумывались над возможностью создания судна, которое могло бы при необходимости принимать подводное положение. Главной проблемой было отсутствие силовой установки, способной долгое время работать под водой. Задача решилась с появлением первых электрических двигателей. В 1884 году русский изобретатель Джевецкий установил на подводной лодке собственной конструкции электродвигатель мощностью в одну лошадиную силу. Он работал от нового в то время источника электрической энергии – аккумуляторной батареи. Джевецкий Степан Карлович. Ученый, инженер, изобретатель, автор нескольких конструкций подводных лодок. Годы жизни – 1843-1938. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. За храбрость награжден Георгиевским крестом. Кроме подводных лодок, разрабатывал приборы, грибные винты и образцы вооружения для субмарин. В 1897 году изобрел оригинальный беструбный торпедный аппарат. Благодаря развитию техники, проблема создания энергетической установки для подводного корабля была успешно решена. Много было различных предложений и проектов различных самых фантатических подводных судов и деревянных, и с вёстами, и с парусами, значит, несколько позже с металлическими корпусами, с паровыми машинами, с пневматическими двигателями и так далее, и так далее, и так далее. На рубеже 19-20 веков была разработана хорошо известная сегодня схема двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель-генератор и аккумуляторная батарея. При этом двигатель внутреннего сгорания обеспечивал движение лодки в надводном положении и подзарядку аккумуляторной батареи. В подводном положении лодка шла с помощью электродвигателя, который питался от аккумулятора. Это модель первой русской боевой подводной лодки «Дельфин». Она была построена здесь, в Петербурге, на Балтийском заводе в 1904 году и положила начало русскому подводному кораблестроению. С этой подводной лодки и берёт своё начало подводный флот России. Главным конструктором «Дельфина» был выдающийся изобретатель Иван Бубнов. Бубнов Иван Григорьевич. Корабельный инженер. Создатель первых русских боевых субмарин. Генерал-майор. Годы жизни 1872-1919. Автор многих теоретических работ. Автор конструкции боевой подводной лодки «Дельфин» и субмарин типа «Барс». Разработал также оригинальный способ испытания подводных лодок в погружённом состоянии, который использовался на протяжении 80 лет. На субмарине «Дельфин» были установлены бензиновый мотор и электродвигатель, который мог работать в режиме генератора. По своим тактико-техническим характеристикам «Дельфин» превосходил подводную лодку, которую в то же время в США построил инженер Голланд. «Дельфин» — торпедная подводная лодка. Водоизмещение 135 тонн. Длина 20 метров. Ширина 3 метра. Глубина погружения 55 метров. Скорость в надводном положении 9 узлов, в подводном — 5 узлов. Вооружение — два внешних торпедных аппарата и две торпеды. Экипаж — 12 человек. Очередным этапом в развитии подводного флота стали дизельные субмарины, которые получили свое название по типу силовых установок. Дизель на долгие годы, вплоть до нашего времени, стал основным двигателем для подводных лодок. В 1912 году Балтийский судостроительный завод заложил первую дизельную подводную лодку типа «Барс». Это была одна из наиболее совершенных субмарин того времени. На ней были установлены два дизельных двигателя и два электромотора. С 1915 года подводные лодки типа «Барс» поступали на вооружение русского флота, что в значительной степени повысило его боевые возможности. «Барс» — торпедная подводная лодка. Водоизмещение — 650 тонн. Длина — 68 метров. Ширина — 4,5 метра. Глубина погружения — 100 метров. Скорость. В надводном положении — 18 узлов. В подводном — 9 узлов. Вооружение. Четыре внешних торпедных аппарата и 8 торпед. Одно орудие калибра 76 миллиметров. Одно орудие калибра 37 миллиметров. Один зенитный пулемет. Экипаж — 33 человека. Лодки типа «Барс» имели большую дальность плавания и скорость хода, в связи с чем была увеличена мощность энергетической установки и запасы топлива. Были у этой конструкции и существенные недостатки. Первый среди них — не очень удачное расположение торпедных аппаратов. При ходе лодки в надводном положении во льду эти аппараты повреждались. Потребовалось поднять их и установить на верхней палубе. Также «Барсы» были однокорпусными. В них не было отсеков и переборов. С одной стороны, такая конструкция позволяла командиру иметь весь экипаж на виду и эффективнее управлять им. С другой, отсутствие внутренних переборок делало лодку крайне уязвимой в случае тарана или сильной течи. Всего было построено 24 лодки. Эта серия была самой многочисленной из всех российских проектов субмарин тех лет. Вступление в строй «Барсов» качественно изменило состав подводных сил на Балтике и позволило сформировать полноценную дивизию подводных лодок Балтийского флота. К 1 января 1917 года дивизия насчитывала в своем составе 12 подводных лодок типа «Барс», которые были сведены в три дивизиона. Как отдельный род сил, русский подводный флот оформился в ходе Первой мировой войны. В эти годы он получил устойчивую организационно-штатную структуру и собственную тактическую схему ведения боевых действий. Для уничтожения германских кораблей и транспортов русские подводные лодки активно применяли мины и торпеды и лишь изредка артиллерию. В основном использовался прицельный метод стрельбы одиночной торпедой. Первой подводной лодкой, успешно применившей залповый метод торпедной стрельбы, стал «Гепард». 10 августа 1915 года у западного побережья острова Эзель он атаковал немецкий крейсер «Любек», который шел в охранении пяти миноносцев. С интервалом в несколько секунд с подводной лодки выпустили пять торпед, одна из которых и потопила немецкий крейсер. Погрузившись после успешной атаки на глубину, «Гепард» ушел от преследования вражеских миноносцев. Летом того же года еще более дерзкую атаку провел командир подводной лодки «Окунь». Лейтенант Меркушев. Ситуация сжилась так. Подводная лодка «Окунь» в перископном положении обнаружила крупное соединение германского флота. Шли броненосные крейсера в охранении эскадных миноносцев. Десять эскадных миноносцев в охранении идут. Подводная лодка «Окунь», поднимая периодически перископ, выходит в торпедную атаку на германский крейсер, прорывает минные заграждения, не будучи замеченной германскими аносцами, занимает позицию для выхода в торпедную атаку по германскому крейсеру. И вышла в торпедную атаку. И командир выпустил две торпеды по германскому крейсеру. И одна из торпед попала и нанесла ему поражение. Действия русских подводников заставили противника ввести систему конвоев, в состав которых обычно включалось 12-14 транспортов, а в качестве кораблей охранения использовались крейсера, миноносцы и вооруженные траулеры. Хотя противолодочное охранение всегда было круговым, командиры русских подводных лодок и в этих сложных условиях добивались отменных результатов. Например, подводная лодка «Волк» под командованием старшего лейтенанта Мессера в ходе боевого патрулирования в районе бухты Нарчопинг обнаружила 17 мая 16-го года немецкий конвой. В результате атаки подводников три транспорта противника были потоплены. Помимо охоты за кораблями и транспортами противника, русские подводники ставили минные заграждения. Для этого применялся специальный тип подводных лодок – минные заградители. Они брали на борт до 60 якорных мин. Лодки этого типа приняли самое активное участие в минной войне на Балтике, в результате которой немецкий флот понес очень серьезные потери. За годы Первой мировой русские подводники совершили более 100 боевых походов. Только в Балтийском море были уничтожены 20 боевых кораблей и транспортов противника, поставлены сотни морских мин. Общий тоннаж потопленных боевых кораблей и транспортов составил более 105 тысяч тонн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok